Это все на матч, мы продолжаем. В матче за мировую шахматную корону все решится на тайбрейке. Сегодня Ян Непомнящий и Китаец День Лежения определят чемпиона мира в партии с укороченным временем. Да, накануне российский гроссмейстер сыграл в ничью с китайским претендентом и счет противостояния стал 7-7. Обо всех подробностях этой шахматной дуэли расскажет наш коллега Элимир Мерзоева. Он меня не просил, просто мне сказали сделать любой ход. Я сделала ход, который он играл в этом матче, ну всегда. И он сегодня тоже сыграл этот ход. Ну, я хотела сделать ход с ученых. Я болела за Ян Непомнящий. Аланна Берик-Кызы на днях стала чемпионкой мира среди школьниц. После возвращения из Греции первым делом отправилась в игровой зал взрослого мирового первенства. Болельщица Яна Непомнящего, несмотря на черный цвет, верила в его победу. Россиянин не испытал проблем в защите Немцовича. Ден Лежень хоть и выбрал надежный вариант с ранним выходом чернопольного слона, но удержаться от нападающих ходов не сумел. Неожиданный выпад коня удивил не только комментаторов. Ну, любой дебет можно играть по-разному. Я думаю, что Немцовичи 3 слон до 2 – это очень крепкий вариант. А другое дело, что после конь-жи 5 и H4 белые взяли на себя некие обязательства. Вот. Ну, все равно какая-то получается борьба так или иначе. Претендент из России отразил атаку. Смог разменять Ферзей и оказаться в приятном Эншпиле без риска. Китайский гроссмейстер откупился пешкой и надеялся на спасение в ладейном окончании. Не помнящий пытался реализовать преимущество, но минимального материального перевеса в ладейниках часто недостаточно для победы. После 7 часов игры соперники согласились на ничью. Я хотел играть по позиции, не могу сказать, что был готов сильно рисковать. Ход конем я придумал за доской. Собирался играть на победу, но потом осознал, что это неточное решение. И хорошо, что удалось спастись. 7-7 – итог основного времени матча за звание чемпиона мира. Обладателя титула определит тайбрейк. Состоится 4 партии с укороченным контролем времени. Если и они не выявят победителя, то гроссмейстеры сыграют в Блиц. Очень много будет зависеть от именно дебютной подготовки. Если Дину удастся сыграть несколько дебютных идей Рихарда Раппорта, то будет страшно интересно. Это доска, которую подписали мне Дин Лежень и я не помню еще. Вот это Дин Лежень, а это я не помню еще. Чемпионка мира среди школьниц Аланна Берек-Кызы все 7 часов игры переживала за своего кумира Яна Непомнящего. И пусть россиянину черными выиграть не удалось, зато в воскресенье есть отличный повод вновь поддержать любимого гроссмейстера. Противостоянием двух самых ярких шахматистов современности называют матч в Астане. Дин Лежень и Ян Непомнящий провели 14 партий с классическим контролем времени, каждая из которых превратилась в настоящий шахматный триллер. С лихо закрученным сюжетом и непредсказуемым финалом. Драматичную развязку и имя нового короля узнаем по итогам быстрых встреч. Эльмира Мерзуева, Антон Скрипник, все на матч, Астана. Продолжение следует...